Динамичное развитие экономики, рост социальных услуг, предоставляемых населению, вкупе со все возрастающими требованиями к качеству и надежности энергии, ставят все острее вопрос о создании и выведении на рынок новых, надежных и экологически чистых энергетических систем. В мировой практике решение этих проблем все активнее осуществляется за счет внедрения объектов распределенной энергетики, базирующихся на малогабаритных микротурбинных установках, работающих на природном газе и других видах топлива. Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» имеет успешный многолетний опыт по производству вспомогательных малоразмерных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, выпускаемых в России. За это время накоплен значительный опыт по производству и обслуживанию газотурбинных двигателей, создана современная технологическая база, сформирован творческий коллектив конструкторов, инженеров и рабочих. Проект по разработке и производству энергетических микротурбинных установок получил название МТГ – микротурбины-гидравлики. Микротурбина – малогабаритная установка, предназначенная для выработки электрической и тепловой энергии, в основе своей имеющий малогабаритный газотурбинный двигатель, оснащенная блоком силовой и управляющей электроники. Одной из главных особенностей микротурбины является очень низкий уровень выбросов вредных веществ в отработанных газах. Высокие экологические требования к оборудованию по выработке энергии делает микротурбинную технологию идеально подходящей для того, чтобы сыграть важную роль в обеспечении энергией в будущем. Конструкция микротурбины проста. Через фильтры и входное устройство воздух поступает в компрессор, в котором происходит его сжатие приблизительно до 4,5 бар. Компрессор находится на одной оси с турбиной и электрогенератором. Далее сжатый воздух попадает в теплообменник, рекуператор, и подогревается выхлопными газами, что увеличивает эффективность газовой турбины. После рекуператора предварительно нагретый и сжатый воздух смешивается с топливом, природным газом и сгорает в камере сгорания. Турбина приводится в движение газами, образующимися в процессе сгорания топлива. Электричество генерируется высокоскоростным мотор-генератором, находящимся на одной оси с турбиной, что позволяет использовать электрогенератор в качестве стартера для запуска газотурбинного двигателя. В процессе работы газотурбинного двигателя высокочастотный электрический импульс от генератора конвертируется силовой электроникой трехфазный электрический ток напряжением 380 вольт и частотой 50 герц. Применяемость микротурбин мощностью 100-200 кВт и кластеров на их основе очень высока. Дальнейшие преимущества таковы, что они могут располагаться в группах и соединяться в сети для обслуживания большого числа потребителей на различных территориях. Эти распределенные микросети могут управляться при помощи удаленной, централизованной системы мониторинга из одного центра. Микротурбина может применяться в различных сферах, где необходима электрическая и тепловая энергия. Одно из наиболее важных применений – постоянное производство электроэнергии, где система используется для непрерывного автоматического производства. Обладая очень низким уровнем выбросов вредных газов, микротурбины хорошо подходят для комбинированного производства электроэнергии, тепла и холода. Очень чистый выхлоп микротурбин может быть использован напрямую в некоторых промышленных процессах, например, для просушки покрашенных кузовов автомобилей. Вырабатываемый установкой углекислый газ может быть использован в тепличных хозяйствах для повышения урожайности выращиваемых культур. Микротурбина также может использоваться для увеличения мощности, качества и надежности в слабых сетях. Кроме того, она может использоваться для резервного электропитания и уменьшения потребления сетевого электричества во время пиковых периодов. Электроэнергетические компании могут расширить свои возможности, предложив микротурбины в качестве удаленного питания, без необходимости подключения к их основной сети. Небольшие размеры обеспечивают мобильность микротурбин, делая их идеальным вариантом для обеспечения вспомогательным удаленным питанием. Они могут быть установлены на постоянную работу на удаленных площадках для обеспечения постоянной пиковой мощности. При этом они могут работать на газе низкого качества. В результате мы видим, что микротурбина относительно небольших размеров и массы может быть энергетическим решением как для вашего загородного дома, так и источником энерго- и теплоснабжения, торгового и спортивного комплекса, медицинских и учебных учреждений, крупных производственных и агропромышленных объектов. Субтитры создавал DimaTorzok